Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу «Шмот». Уже 72-й урок по этой книге у нас. И находимся мы в недельном разделе Китиса. Да, это 31-я глава книги «Шмот». 12-й стих. «И сказал Бог Моше, а ты говори, сынам Израиля, так. Только субботы мои соблюдайте, ведь это знак между мною и вами на все ваши поколения, чтобы знать или чтобы знали, что я – Бог, освящающий вас. Соблюдайте же субботу, ведь она для вас святыня. Тот, кто ее нарушит, должен быть предан смерти, поскольку душа каждого, кто станет работать в этот день, будет истаблена из среды своего народа. Шесть дней пусть делается работа, на седьмой же день – суббота покоя. Он – свят Богу, каждый делающий работы в субботний день, пусть будет предан смерти. И пусть сынные Израиля соблюдают субботу, сделав субботу вечным союзом для всех поколений. Между мною и сынами Израиля она – знак навеки, ведь шесть дней Бог создавал небо и землю, а на седьмой день прекратил и отдыхал. Вот весь этот отрывок говорит о субботе. О субботе в Торе сказано в нескольких местах и в Десяти заповедях дважды – и в книге «Шмот», и в книге «Дворин», еще в Раде мест. Здесь же появляются новые оттенки. Вот о них мы сегодня и поговорим. «В самом начале и сказал Бог Моше, а ты, говорите нам, Израиля, так, только субботы мои субботы дайте, ведь это знак между мной и вами на все ваши поколения, чтобы вы знали, что я Бог, освящающий вас». В одном небольшом предложении достаточно много вопросов. Первый. Почему вот это вот сообщение о том, что суббота – это знак, и о ее святости, почему он начинается словами, что Бог говорит Моше, а ты скажи? А ты говорите нам, Израиль, а ты скажите нам, Израиль. Достаточно просто – скажи, а ты, вот ты именно. В чем здесь идея подчеркивания – ты скажи. В десятках мест он просто говорит, что сказал Бог Моше, скажи сынам Израиля, так-то и так-то. А вот здесь непривычный поворот – а ты скажи. Это первый наш вопрос. Второй вопрос. Почему начинаются те слова, которые Моше должен сказать сынам Израиля, «только субботы мои соблюдайте»? Предложение начинается со слова «только». Всегда, это мы знаем и в обыденной речи, всегда, когда предложение начинается со слова «только», если я говорю какое-то предложение начинается со слова «только», то это означает, что я, в принципе, ожидал бы большего, а вот получилось только так. К примеру, если человек говорит, что я пришел на урок, а на уроке оказалось только два слушателя. Что это означает? Что человек пришел на урок, он ожидал, что будет больше народу, а пришло только два. Думаю, что будет. Оказалось меньше. Или человек говорит, вы знаете, у меня осталось только 100 долларов. Это значит, что он хотел бы и ожидал бы и надеялся бы, чтобы у него было больше. Но есть только 100. То есть слово «только» в своем значении, оно всегда означает некоторое ограничение, уменьшение. Ожидалось бы больше, естественно, было бы предположить, что будет больше. А вот только так. Что же это означает здесь? Только субботы мои соблюдайте. Прежде всего посмотрим, как отвечает на оба эти вопроса Раши. Говорит Раши так. «А ты говори сынам Израиля». Начинает он с первого вопроса. Почему? Здесь вот такая непривычная формулировка. «А ты говори». И ты, хотя я поставил тебя командовать сынами Израиля при строительстве храма, при строительстве Мишкана, пусть не покажется тебе допустимым оттеснить субботу на второй план, то есть нарушить ее святость из-за той работы, мим словами, чтобы ты не подумал, что можно продолжать работу по сооружению Мишкана в субботу. Нет, субботы мои соблюдайте. Хотя вы будете торопиться и усердствовать в работе, суббота не должна нарушаться из-за этого. В этом вот подчеркивание «ты». Ты, тот самый человек «ты», который повелел им, что необходимо сейчас строить переносной храм в пустыне Мишкан. Вот ты им скажи обязательно строить. И чем быстрее строить. И торопиться с постройкой. Но не в субботу. Все равно не в субботу. Вот в чем подчеркивание «ты». Почему нужно было здесь им подчеркнуть? Евреи же знали, что построение храма – это не просто удовлетворение какой-то потребности. Мишкан, переносной храм должен быть свидетельством того, что грех золотого от лица прощен. Поэтому, конечно, хотелось его построить чем быстрее. На работе люди не ленились. Старались работать как можно больше. Ну, можно себе представить, что могла быть мысль, что нужно работать 7 дней в неделю. Нет, не 7 дней в неделю. Суббота не сдвинется с места. Поэтому Всевышний подчеркнут здесь «а ты, ты, который их все время подстегиваешь, чтобы они скорее и быстрее сооружили мешкан, ты сам им скажи, но только субботы мои соблюдайте». Не в субботу. Продолжает раньше и дальше. Теперь он переходит ко второму вопросу. Почему «только субботы мои соблюдайте»? Везде в Писании, где сказано слова, которые употреблены здесь «ах» или «рак», «ахет шабто тайтишмору», «но только» или «только субботы мои соблюдайте». Так вот, каждый раз, когда есть вот это вот слово, вводное слово «только», «но только», все эти слова имеют ограничительное значение. То есть, они ограничиваются и сужают то, что сказано в дальнейшем. Вот здесь это слово «ахет шабто тайтишмору», «только субботы мои соблюдайте», оно исключает субботу из числа рабочих дней по строительству мешкана. Почему здесь говорится «только», ну вот по той логике, которую мы уже сказали. Если в предложении есть предложение, которое начинается «только», это означает, что я ожидал бы, чтобы будет больше, а оказалось только вот так. То есть, несмотря на то, что вы думаете, что нужно работать все дни и недели, если вы думаете, что правильнее было бы работать и в субботу, то вот это не так. Только субботы мои соблюдайте, только, то есть, работа, суббота исключается из числа рабочих дней по строительству мешка. Так объясняет Раши, и объяснение это сверхстранное, минимум. Да потому что в соответствии с этим правилом, то, что Раши процитировал здесь, я попытался объяснить, что это, в общем-то, вполне принятое в обыденной речи использование слова «только», и это его значение ограничительное. Раши здесь утверждает, что это одно из строгих формальных правил толкования Торы, то есть, есть строгие формальные правила, как мы должны понимать те или иные обороты речи. И вот одно из них, что каждый раз, когда появляется в предложении одно из этих двух слов «ах» или «рак» «только», но «только», то оно означает ограничение. И что же оно ограничивает здесь? Суббота ограничивается, то есть, суббота не включается в число рабочих дней по сооружению мешка. Это должно быть по-другому. Если я говорю, что у меня есть только 100 рублей, что это означает? Слово «только» ограничивает то, что сказано в дальнейшем. 100 рублей. У меня в кошельке 100 рублей. Это не значит, что это не ограничивает по поводу кошелька ничего. Не значит, что у меня только один кошелек. Это значит, что у меня только 100 рублей. Рублей оказалось намного меньше, чем я думал. Только 100 всего лишь. А не больше. Хотелось бы больше. Пришло только два ученика. Я думал, придет больше учеников. Число только ограничивает то, что сказано вслед за ним. А не ограничивает то, что было перед ним. Я пришел на урок, а там оказалось только два ученика. Так только относится к слову потом. Точно так же и здесь. Если сказано «только субботы мои соблюдайте», это значит, что слово только должно ограничить соблюдение субботы. То есть, есть случаи, в которых субботу можно не соблюдать. Тогда нужно было бы понять это с точностью до наоборот. А именно «только субботы мои соблюдайте». То есть, обычно вообще соблюдайте, но вот по отношению, скажем, к строительству храма можно не соблюдать, можно работать. Так, по идее, должно было быть применено это правило. А Раши говорит совсем наоборот, что это правило только утверждает, что в субботу мешкан не строят. Именно то, что я сказал устно, озвучил это в полной форме Рамбан в своем комментарии. Он сначала цитирует объяснение Раши, а потом пишет «я с этим не согласен». Если применить здесь метод толкования слов, вот этих вот «ах» и «рак» только, но только, которому научили нас наши мудрецы, то получится, что соблюдение субботы нужно ограничить. Ограничение в соответствии с этим правилом всегда должно касаться заповеди, которые содержатся в стихе, вводимым этим союзом. То есть, если начинается союза только, то союз только ограничивает то, что идет вслед за ним, а не то, что перед ним. Если применить его к данному стиху, то нужно сделать вывод, что строительство мешкана в субботу, им можно заниматься. Но простой смысл не таков. Наоборот, выполняйте работы по строительству мешкана, но субботы соблюдайте. То есть, здесь это нужно пояснить, чтобы не запутаться. Ромбан четко разделяет два подхода к пониманию текста. Есть «пшат» и есть «драш». То, что привел Раши, объяснение Раши – это «драш». Что означает «драш»? «Драш» означает, что даже если фраза построена немножко странно и неожиданно, нужно понимать ее буквально и не пытаться сказать, ну, здесь имеется в виду что. В данном случае, если буквальное понимание, то есть, мы должны знать каждое слово, что оно означает буквально, и так его и понимать. Слово «только», его буквальное значение означает ограничение. Вот только так. Только это и не другое. Меньше, чем думалось. Но «пшат» здесь совсем другое. «Пшат» что означает «пшат»? Всегда напоминая на примере, чем отличается «драш» от «пшат», скажем, если человек жалуется, что его провели за нос. Вот он обратился в такую-то контору, его там провели за нос. Что это означает? Если я требую понимания буквального, то называется «драш». Это значит, что как только он вошел туда, в эту контору, кто-то из служащих этой конторы схватил его за нос и стал вести его за собой по комнате или по коридору, что-нибудь в этом роде. Если мы объясняем это как «пшат», то мы скажем, что здесь имеется в виду эта метафора, это метафорическое выражение. Оно означает, что его обманули, его провели. Обманули. То же самое и здесь. Говорит Анапан, если мы уйдем от строгих правил толкования текста буквального, то что получится здесь? Весь наш отрывок будет звучать следующим образом. Как там сказано? «И сказал Бог Муше, а ты говори, сынам, Израиля, так, только субботы мои соблюдайте». То есть, несмотря на то, что я сказал раньше, что нужно строить храм, но только помните, что субботу надо соблюдать. И тогда всё очень просто. Строите храм, но только не в субботу. Это то, что имеется в виду. Это означает слово «только». То есть, его нужно понимать как отрицающее то, что сказано перед ним. Это не строгое буквальное понимание. Это уже… Каждый раз, когда мы говорим «здесь имеется в виду», то мы отходим от буквального понимания. И это то, что называется «пшат». То же самое здесь. Но если понимать буквально, то есть, строго придерживаться значения слова «только», которое ограничивает то, что идёт вслед за ним, тогда нужно сказать, что суббота ограничивается. Чем же ограничивается суббота? Кутрам Байан на это в виду вот что. Что если есть опасность для жизни, то, что Тора хочет здесь сказать, что если есть опасность для жизни, то тогда суббота ограничена. Мы не соблюдаем субботу в ситуации, в которой есть опасность для жизни. То есть, если соблюдение субботы может привести к опасности для жизни, то тогда законы субботы отступают. Вот что здесь, если требовать буквального понимания слова, только вот что здесь имеется в виду. Так писал Рамбан. Комментаторы Раши, которые пытаются объяснить его слова, пишут действительно, например, мораль, что это действительно большая проблема. То есть, комментарии Раши действительно кажутся странными. Когда он приводит правила и объясняет с точностью до наоборот противоположные этому правилам. Ведь всегда ограничение касается самой заповеди, а тут наоборот. Заповедь о субботе расширяется и пересиливает заповедь о строительстве Мишкана. Продолжая дальше, мораль, что на самом деле очень часто, если мы посмотрим в Писании, то слово вот это «только», оно употребляется иногда именно в противоположность тому, что сказано до сих пор. Чтобы объяснить это более просто, иногда бывает «только», а иногда бывает «но только». Чем отличается «только» от «но только». «Только», у меня есть только 100 рублей, вот хотелось было бы, чтобы было больше, но это все, что есть. У меня только сотни. Когда человек говорит «но только», это ограничивает не то, что сказано в дальнейшем, а это противопоставляет сказанное тому, что было раньше. Например, когда в книге Бамидбар Всевышний говорит «исчислите всю общину Израиля, нужно сделать перепись населения, сочетать всех евреев». Сразу после этого прибавляет «но только колено льви не исчисляйте». Сначала сказал, я сказал перечислить, посчитать всех евреев. Сколько всех евреев? Всех евреев. Значит, всех евреев. Левитов тоже. Левиты тоже евреи. Значит, их тоже. Не, но только, сразу же после этого следующего «но только колено льви не исчисляйте». Всех посчитайте, а их не надо. Они отдельно. Или еще, там же в книге Бамидбар, когда Бель-Ам получает разрешение от Всевышнего идти к царю Балаку, ему на службу, то Всевышний говорит ему так, встань, пойди с ними, но только то, что я тебе скажу, то и сделаешь. То есть, с одной стороны, дается разрешение, ладно, можешь идти. Сначала тебе говорят, нет, хорошо, если ты очень хочешь, можешь идти. Это что это значит, что ты думаешь, все, что уже захочешь, можешь сделать? Не-не-не, но только, я тебе сказал, можешь идти, да, но только будешь меня служить. Только то, что я тебе скажу, то и будешь делать, а не все же тебе на ум взбредет. Стало быть, здесь очевидна тоже, говорит, мораль, что, в общем-то, наверное, и здесь значение слова «только», оно не совсем «только», оно «но только». Иными словами, в конечном итоге он пытается сказать, что то, что написано в Раше, в общем-то, это то, что писал Рамбан на уровне «пшат», только Раша объяснила это на уровне «траш». Это «но только». То есть, вы будете строить мешкан, да, вы захотите построить его как можно быстрее, да, все замечательно. Нужно торопиться с этим, да, но только не в субботу. Торопиться, пожалуйста, но не в субботу. В Моцей-Шаббат сразу, но только не в субботу. Один из комментариев, кстати, написал, что он видел какую-то рукопись древнюю, в которой в Раше этих слов не было. То есть, что это ошибка, не могло быть такого в Раше. Окей, оставим сейчас этот вопрос, и теперь посмотрим общее, общее значение вот этого самого стиха. Я уже говорил, во многих местах в Торе упоминается суббота. Иногда, в таком космическом смысле, когда речь идет о сотворении мира, и напоминается о том, что Всевышний создал мир в шесть дней, а на седьмой день отдыхал. Иногда, в значении другом, в отношении исхода из Египта, когда он напоминает, что мы были рабами в Египте, естественно, у раба нет возможности остановить свою работу. Он как белка в колесе, а Всевышний вывел нас из Египта, освободил нас от рабства. Поэтому и нам не нужно порабощаться работе. Здесь появляется новость уже на мотив, а именно это интимность. То есть, особая интимная связь между субботой, между евреями и Всевышним, она проявляется именно в субботу. И сказал Бог Моше, а ты, говорится нам, Израиля, только субботы Мои соблюдайте, ведь это знак между Мною и вами на все ваши поколения. Знак между Мною и вами на все поколения, чтобы вы знали, чтобы знали, не чтобы вы знали, а чтобы знали, что я Бог, освящающий вас. Суббота названа здесь знаком. Знак, он всегда кому-то. И знак, он всегда о чем-то. Если я делаю человеку знак, а может быть, я делаю знак просто так, не кому-нибудь, а просто так знак? На Луне делают знаки. На Луне знаки не делают. Некому делают знак. И ничего, знак всегда бывает о чем-то. Если я кому-то сделал знак, он подает мне, что хотел сказать, не, ничего, просто так. Но это же не знак тогда. Если суббота знак, то это знак. Кому и знак о чем? Вот какой вопрос. Дополнительный вопрос. Стих этот заканчивается словами. Чтобы знали, что я Бог, вас освящающий. Кто должен об этом знать? Чтобы знали? Знали кто? У меня так и вырвалось, когда я читал стих. Просто, что называется, просила, чтобы вы знали. Не описано в том, чтобы вы знали. А может быть, не вы, может быть, кто-нибудь другие. Один из древнейших комментаторов Ибнезра, он приводит в своем кратком комментарии, приводит комментарии еще более древние. Рафса Адия Гаун. Пишет Рафса Адия Гаун следующим образом. Еврей обнаруживает себя именно посредством соблюдения субботы. Если он в городе, закрывает свою лавку. Если в дороге, то останавливается и не продолжает свой путь. Конечно же, образ жизни еврея очень-очень отличается от образа жизни всех остальных людей. И едим мы не то, что люди едят. И все у нас, все у нас по-другому. Но в общем и целом, еврей при всем своем очень отличающемся образе жизни может затеряться среди других людей. Так что, на первый взгляд, ты не различишь его от других. Но есть один момент, в который еврей выделяется среди всех остальных. Это в субботу. Здесь ты видишь, что перед тобой еврей. Помню, как это было уже давно. Я прилетел в Америку, мне нужно было там в субботу быть. И в дороге у меня брюки порвались. В общем, было неприятно, поскольку других запасных я с собой не привез. И летел налегке. Ну, что мне делать? А прибыл я туда как раз в пятницу. Обратился к хозяевам. Что они мне могут помочь? Мне сказали, смотри, есть как раз одно место. Есть один магазин. Там в этом магазине сидим ты портной. Либо портной тебе это починит, либо прямо там, если не починит, купишь себе новое. Дали мне адрес. Я туда отправился. Понятно, что магазины подобного рода их рано не открывают. Это же не на Бакалея. Ну, где-то в 11.30 с трудом. Я пришел туда в это время, в пятницу. Магазин действительно открылся, и там был портной. Это большой торговый район. И когда я объяснил, что по этому портному мне нужно либо это зашить, либо купить что-то новое, то он меня выслушал. Но было видно, что у него настолько нет терпения ко мне. Он столько же ждет, чтобы я только ушел оттуда. Он только что открыл свой магазин. Что он хочет? Когда, наконец, он меня обслужил, и я вышел, он вздохнул. Фу! Избавился от этого зануда. И тут же, как только я вышел, он начал опускать жалюзи на окнах, закрывать свой магазин. Нет, 12 копейками. Это еще часу дня нет. Что происходило вокруг? Вокруг торговая жизнь большого города только-только пробуждалась. Люди открывали магазины. У некоторых магазинов рядом стояли грузовики, сгружали товар. Это было понятно, потому что следующий день, если сегодня пятница, суббота, это большой торговый день, масса людей делает свои покупки именно по субботам, выходной день. И все люди, все торговцы этого района, они все готовятся к этому дню. Кто-то мыл витрины, кто-то загружал свой товар, кто-то устраивал. А один в середине этого района, наконец-то вытолкал одного-единственного покупателя, который у него был, просто его вытолкал, быстрее-быстрее закрывать, закрывать, закрыл дверь, запер и пошел домой. Если бы человек, марсианин, просто, не знаешь, посмотрел бы на эту картину, что произошло с Тимчиком, что псих не нашел. Все остальные готовятся к большому рабочему дню, а этот, наоборот, закрывает и уходит. Одно из двух. Либо он псих, либо он еврей. Может быть, конечно, что и то, и другое, что он и псих, и еврей. Но вот это вот то, что пишет Рафсай Диагон. Если он в городе, закрывает свою ловку. Сразу пройдя по торговому району в пятницу, ты сразу увидишь, кто здесь еврей. Все остальные только начинают торговать. А этот в самый-самый большой торговый день, кстати, я не знаю, как сегодня, но тогда, когда я наблюдал эту сцену, то тогда в Нью-Йорке на субботу приходилось 50% торгового оборота. Всего вообще. То есть половину товаров жители Нью-Йорка покупали по субботу. А этот человек закрывает. Почему? Еврей. Если он в дороге, он остановится и будет продолжать свой путь. Таким образом, то, что написано, чтобы знать, чтобы знать, что я Бог, освящающий вас, имеется в виду, кто должен знать? Должны знать народы мира. Что они должны знать? Что перед ними еврей, что перед ними сын того самого народа, которого Всевышний избрал, которого он осветил. Это означает вот эти вот слова. Суббота, она знак таким образом. Кому знак? Знак народам мира. Знак о чём? О том, что перед ними еврей. Еврей, который свою жизнь строит по заповедям Торы. Это объяснение Рафса Адика. Сам Ибн Эзра, который процитировал это его объяснение, он с ним не согласен. То есть, понятно, никто не будет с этим спорить, что суббота она выделяет евреев из всех. И потому, как ведёт себя еврей в субботу, сразу видно, что он еврей. Это несомненно. Но это не то, что Тора хочет здесь сказать. Тора не заботится здесь о знаках, необходимых для того, чтобы неевреи знали, что перед ним еврей. Не об этом речь. И знак здесь не неевреям, а знак кому? Нам самим. Мы делаем знак самим себе. Это немножко странно. Мы привыкли к тому, что мы делаем знак кому-нибудь. А Ибн Эзра говорит, да нет, знак самим себе. И слова «чтобы знать» имеется в виду, чтобы мы знали. Так он и пишет. Слова «чтобы знать» означают, чтобы вы знали, что вы освящены мною. Окончание стиха «ладатки, ани, ашем и кадешхем», чтобы знали, что я Бог, освящающий вас. Чтобы вы знали, что я Бог, освящающий вас. Во-первых, зачем нужно делать себе знак? Одно из двух. Если я знаю, что Бог нас выбрал, и Он нас выделил и осветил своими заповедями, так я знаю, каждый раз, когда я исполняю какую-то заповедь, я произношу браху ашерки-дышану бамитсутавы цивану, браху благословения, в котором я благословляю Бога, который осветил нас своими заповедями и повелел нам сделать это. Так я уже знаю, зачем делать себе знаки? Ну, может быть, есть одна категория людей, которые делают себе знаки? Это люди забывчивые. Те люди, которые знают, что они могут забыть, они делают себе со всякими всякие знаки. Как называлось? Узелок на память завязать. Ну, не об этом же здесь. А что мы можем… Забыли мы, что Бог нас выбрал. Забыли мы, что… О, вспомнили! Да, оказывается, Бог нас выбрал. Об этом речь идет? Конечно, нет. Продолжаем дальше, Ибнезра. И мы можем увидеть здесь намек на необходимость для каждого еврея учить Тору по субботам. Так и сказано в книге Млахим. Почему ты идешь всего к пророку? Ведь сегодня же не суббота и не рожходыш, не новомесячи. Значит, получается, что по субботам люди ходили к мудрецам и к пророкам слушать слова Торы. Так как Ибнезра отвечает на наш вопрос? Знак – это нам самим. О чем знак? Если сказать человеку, который не знаком с еврейским образом жизни – это, может быть, и еврей, который никогда не видел соблюдающих субботу? Сейчас настанет день суббота, в который нельзя ездить, нельзя зажигать огонь, нельзя включать электричество, нельзя… Нельзя, 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 нельзя. А что же можно делать? Я помню, один человек, послушав первую лекцию про субботу, говорит, я все понял, в чем идея. Это генеральная репетиция смерти. Человек должен подготовиться к тому, что как он будет умирать. Так вот, суббота, это генеральная репетиция. Все нельзя. А что делать? Ложись в постель и умри. Все то, чем человек занимается, все то, что он делает ежедневно, все то, что все это нельзя. А чем человек занимается? А суть этого, как говорит Ибнезра, в том, что человек, отрываясь от ежедневной суеты и сумятицы постоянной деятельности, направленной на взаимодействие с материальным миром, когда человек от этого отходит, то он в состоянии заняться духовной работой. На самом простом уровне Тору учить. Но учиться – это же неинтересно. Сидеть и учиться. В школе учились, в институте учились, все уже, хватит. Это же неинтересно. А ты попробуй. Ты попробуй, выяснится, что интересно. Интересно, даже захочется еще, и еще, и еще, и еще. А это откуда? А откуда это? Может быть, там какие-нибудь темы интересные? На первый взгляд, человек, если подойдет, послушает, про что там учат. Какие-то странные вещи. Шорж на гахтопорах. Бык забодал корову и так далее. Чего они на эту тему спорят? Ну, забодал, забодал. А люди сидят и учатся, и спорят, и интересные. Это значит, что в глубине, в глубине души там где-то есть в тебе некоторая такая сущность, о которой ты даже не подозреваешь. Это для вас знать, чтобы на самом деле, что Бог вас осветил, осветил, что это значит, выделил вас и заложил у вас в душу потенциал, который в состоянии проявляться вот в такой вот духовной работе, в изучении Торы, и в других видах духовного труда. Это та вещь, о которой ни в среду, ни в четверг человек, может быть, даже не подозревает, что у него есть такое, что он способен на духовное наслаждение. До сих пор он знал, от чего можно наслаждаться. От хорошей музыки, от хорошей еды, чашечку кофе с такими. Нет, а от совершенно-совершенно абстрактного изучения, от совершенно духовных вещей. Об этом многие даже не подозревали, что он на такое способен. То есть суббота, она становится знаком не другим людям, вследствие того, что человек остановился, закрыл свою лавку, замок ее запер и ушел домой. О, а это значит еврей. Нет, не в этом дело. Не из-за того, что еврей не делает. А суббота, она знак именно из-за того, что он делает, именно из-за того, чем он способен заниматься, и не просто заниматься. Он занимается не из-под палки, от чего он способен получать удовольствие в субботу. Вот эта новая форма деятельности, неожиданная и удовольствие от нее, оно-то и свидетельствует еврею о том, кто он и что он. А нациф здесь подчеркивает, что на самом деле мы видим, что любой человек в состоянии испытать определенный подъем эмоциональный или, может быть, даже больше, чем национальный, даже где-то духовный, когда есть какой-то раздражитель этого. Скажем, любой человек, крестьянин-нацифи, приведите его в город и покажите ему какое-нибудь впечатляющее, мы знаем, как во многих городах строились церкви. Это монументальные здания, большие, красиво выполненные, внутри красиво оформленные, и даже простой крестьянин Ацехи заходил внутрь, чувствовал какой-то подъем. Это понятно, любой человек. Даже не такую вещь, даже если показать, не еврею, а крестьянину Ацехи, показать ему свиток Торы. А может быть, не будет такой «ла», но он все-таки почувствует, что это что-то особенное, это святое, это особенное. Но когда чувство, возвышенное ощущение появляется у человека в субботу, отчего? Есть какое-то раздражительство? Что такое, чем суббота отличается от других дней? Ну, только тем, что больше едят. Едят больше. Ну и что? Так наоборот, это только… А откуда берется ощущение возвышенности в субботу у людей? Это снова свидетельство того, что на самом деле евреи, они несколько другие. Есть в них в глубине души такой потенциал, о котором они на протяжении недели и не подозревали. Словами одного «сумятица ежедневных дел душит величественную возвышенность божественной души». Так писал Равкук. «Бух, присутствующий в народе, не даёт её сиянию осветить преобладающую над всем материальную реальность. Усовершенствование жизни возможно только если сделать передышку среди ежедневных дел. Ибо знак это между мною и вами. Святой день даёт народу возможность выразить свою истинную сущность, свою близость к духовному». Наши мудрецы говорят о нишама и тира, то есть дополнительная духовность, дополнительная душа – это суббота свидетельства еврею о том, кто он на самом деле. Есть такая великолепная притча, которую я слышал один раз и влюбился в неё. Притча о… Все притчи, все сказки в них обязательно, действующие лица – это цари, царицы, ну и здесь тоже. Жили-были царь и царица, король и королева. Так. И у них был сын, принц. Ну и как это принято? Принц был избалованным. Все принцы избалованы, но это был особо избалованным. Настолько, что он вообще даже не хотел питаться пищей, которую варили царские повара, а только тем, что его мать делала. Его мать пекла пироги, вот этими пирогами он и питался. Как-то случилось, что вся королевская семья отправилась на прогулку. И прогулка проходила через лес. В лесу они остановились, строили там пикник. И принц пошёл чуть-чуть прогуляться, зашёл дальше в лес, и ещё дальше в лес, и ещё дальше в лес. И вдруг понял, что он не знает, куда идти. Заблудился. Налево, направо, туда-сюда. Но чем больше он пытался выйти из лесной чащи, тем только больше он в ней запутывался. Стало темнеть. Стало страшно. Принц понял, что больше он уже никуда не пойдёт. Лучше ему здесь остановиться и поспать здесь ночью. Это была страшная ночь. Вокруг зверё. Страшно. Глаза зелёные вдруг появляются. Почти не спал он всю эту ночь, но, наконец, утром он проснулся. Всё, что-то надо делать, надо как-то пытаться выходить. И стал пробираться через лесную чащу. А чем дальше в лес, тем было больше кустарника и колючек. Он исцарапал себе лицо, порвал одежду, несколько раз падал в грязь, измазался. В общем, вида был. И вот, наконец, он выходит из леса. А пушка вышел из леса. Ещё пошёл чуть-чуть. Смотрит, выходит на дорогу. О! Теперь всё хорошо. Вышел он на дорогу. Через некоторое время видит... Едет повозка. У него стреляет... Тебе что? Вы не могли бы меня отвезти во дворец? Спрашиваю крестьяна. Тебе зачем во дворец? Я принц! Крестьяне посмотрел на него. Исцарапанное лицо. На него изорванная одежда. Грязь. Ты принц? Ну-ну, давай. Щёлкнул кнутом и поехал. Не стал даже говорить. Через некоторое время проехали ещё люди. Он их останавливал. И их он просил отвезти во дворец. И все над ним только смеялись. Видели? Принца. Скажи, что ты Наполеон. Ну, как это может быть? Почему все люди надо мной смеются, думал принц? Ну, я-то же знаю, что я принц. А почему? А почему мне никто не верит? И так он шёл по дороге. И чем больше он шёл, тем меньше у него было душевных сил просить людей помочь ему, потому что он знал, что как только он скажет, что он принц, все над ним начнут смеяться. И он перестал просить. И так он шёл. Пока не дошёл до деревни. Дошёл он в деревню. Увидел там какого-то мужика в деревне. И решил, что надо попросить его о помощи. Ну, что он ему скажет? Что он принц? Над ним опять посмеётся. Так он стоял перед мужиком и не знал, что ему сказать. Мужик посмотрел на него и сказал, есть хочешь? Видел, что он человек голодный, оборванный. Есть хочешь? Сказал, да, хочу. Если хочешь есть. Видишь, там вот телега. Вот возьми и смажь её колёса. Я с удовольствием не знаю, как это делать. Вот тебе пальцем туда, и смазывай. Вот так вот. Смажешь, я тебе поесть дам. Принц постарался сделать всё, что от него просили. Смазал колёса телеги, ему дали поесть. В общем, он решил остаться в этой деревне. Помогал крестьянам. Они его подкармливали. И чем дольше он жил в этой деревне, тем больше и больше он убеждался, что, наверное, он всё-таки неправ. Не может же быть так, что он прав, а все остальные люди неправы. Он думает, что он принц. Но ведь ему никто не верит. А как это может быть? А может, он на самом деле не принц? Не, ну он же помнит. Он же помнит точно и своего отца короля, и свою мать королеву, и дворец он помнит. А может быть, это ему приснилось? А может быть, это на самом деле никогда не было? Может быть, это всё... И так он остался жить в этой деревне. Пока что король и королева не находили себе покоя. Любимый сын, принц, престолонаследник, пропал. Надо его искать. Соберём сейчас... Соберём армейские части. Пусть они прочесывают всю страну. А страна-то большая. Разве можно прочесать? Искать одного человека. Не, одного же человека искать. Искать принца. Но один советник короля сказал ему, «Знаете, Ваше Величество, я думаю, что мы так ничего не найдём. Солдаты будут искать принца, а, быть может быть, его высочество принц, может быть, он на дерево залез и из дерева упал, головкой стукнулся. А может, он вообще забыл, что он принц? Будут искать принца, а он и не знает, что он принц. Всякое же бывает. Ну, а что же нам делать? А где же мы его найдём? И как мы его найдём? Сказал ему тот придворный, «У меня есть идея неплохая. Ведь его высочество принц, как мы знаем, он же питался только пирогами, которые пекла её Величество королева». Так я думаю так, что если он даже стукнул за головой и забыл, что он принц, но если он только попробует этого пирога, так он тут же вспомнит, кто он и что он. Ну, а как же это сделать на практике? Очень просто. Солдаты есть. Мы попросим её Величества королеву, чтобы она пекла пироги. А солдату будут разъезжать по всем городам и по всем деревням и будут требовать приказ именем короля «Каждый гражданин обязан съесть кусок пирога, кусок царского пирога». Вот так. Конечно, смешно это выглядит, но а что делать? Надо же принца как-то найти. И вот стали армейские отряды разъезжать по всем городам и по всем селам. Приезжали с трубачами, трубачи трубили и после этого били барабаны. Старшина зачитывал приказ именем короля «Всем повелевается отведать королевских пирогов». Ну, люди, конечно, смеялись, но потом, если дают поесть, выстраивалась очередь, каждый получал кусок пирога, шутили, издевались, вкусно, невкусно. И так проходило время. Из города в город, с деревни в деревню. Но аффект пока никакого. И вот, наконец, один из армейских отрядов прибыл в ту самую деревню, где и отсел наш принц. А он к тому времени совсем уже превратился в крестьянина. Он уже умел многие вещи, которые умеют крестьяне. Он умел работать на поле. Он умел. Он уже думал о том, чтобы жениться, обзавестись домом в деревне. Уже были предложения. У него был свой участок, на котором он работал. И вот въезжает конный отряд в деревню. Трубачи трубят, барабанный бой. Именем короля всем повелевается отведать царских пирогов. Крестьяне послушали. Ну, ладно. Стали сходиться на площадь, получать кусок царского пирога. А наш с вами принц не пошел. Пирога не ел в жизни. У него другие заботы. И идет он на свое поле. Говорят ему соседи, ты чего, там пирога дают? Да, да, пирога. Мне нужно навоз выносить на поле. Вот это вот. Да брось ты свой навоз, пойди пирога съешь. А? На халяву дают пирог. Ну, давай. В общем, уговорили они его. Пришел он вместе с ними, встал в очередь. Дошла очередь до него. Дали ему кусок пирога. Он его откусил, стал жевать. Стал жевать. Вдруг что-то. Где-то он такой пирог уже ел. Вкус ему знакомый. Но только где? Когда это было? И вдруг его штукнул, и тогда он заорал мне своим голосом, я принц, заберите меня отсюда. Его тут же ухватили, увезли. Суббота – это вот тот самый царский пирог. Пока его не попробуешь, ты про себя много не знаешь. Человек, который его еще еврей, который его не попробовал, он вполне может жить в таких… Быть уверенным, что он крестьянин, и заниматься своим полем, и заниматься своим навозом, который нужно вывозить на поле, и хорошо ему в жизни. И не подозревает он на самом деле, кто он, откуда он взялся, откуда он пришел. Суббота. Вкус этой самой субботы. А напоминает человеку, он раскрывает в себе то, о чем он не подозревал, что он на самом деле принц, он королевский сын. В нем находится очень возвышенная душа. Возвышенная душа, которая проявляется именно при этом самом субботнем образе жизни. Это воспоминания, с одной стороны, об Эденском саде. Когда человек, первый человек, Адам, когда он находился в Эденском саду, он жил там, у него была постоянная суббота. Он не занимался ни одной из тех 39 категорий работ, которые запрещены в субботу. Это воспоминания и о будущем тоже. Грядущий мир – это мир, в котором нет всех этих действий, этих 39 работ. Свет грядущего мира светит через еврейскую душу и проявляется в субботу. И человек, попробовавший субботу и выяснивший, что он способен испытать это духовное наслаждение, начинает понимать, что он на самом деле другой. Это еврейская притча. А существует еще и нееврейская сказка, пожалуй, одна из самых замечательных сказок, которые создало человечество в нееврейской культуре. Это сказка о гадком утенке. Не только что утенок не знает, что на самом деле он – это не утенок, но его все презирают, его все отталкивают, его все не любят. Он действительно гадкий. Почему? Да потому что он не утенок. Он не подходит в утенки, не годится он. Но о том, что он не утенок, он не знает. И знает, и не догадывается об этом. Отсюда вся его трагическая жизнь, отсюда все его трагическое существование. Так и еврей, который пытается жить, как все утенки, и у него это не получается, не выходит. Им всем хорошо, а ему нет. Он делает все, что остальные, и лучше, чем все остальные. А им хорошо, а ему нет. И его еще и не любят к этому. А он еще и противный. И действительно противный. Почему? Потому что он не утенок. Он совсем другой. Лебедь. Этому учит суббота. Это то, что говорит здесь Тора. Только субботы мои соблюдайте. Ибо это знак между мною и вами во всех ваших поколениях. Знать, о чем это знак. Ла-да, Атки, Аняш и Микадишхэм. Знать, что я Бог, который вас освящает. Знать то, что вы, чтобы вы сами знали, то, что вы сами поняли, что вы на самом деле сыны того самого народа, который Всевышний выбрал, который возвысил, который наделил той самой духовностью, которая проявляется в субботу. сталкивается. Спасибо. Продолжение следует...